Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч группового раунда чемпионата Европы 2020 Нидерланды-Украина. Очные игры. Нидерланды и Украина играли дважды, оба раза в товарищеских матчах. В 2008 году в Роттердаме голландцы выиграли 3-0, в 2010 году в Донецке была ничья 1-1. Статистика команд. Нидерланды забивали в последних 7 матчах. Украина последние 4 своих матча сыграла на 1-1. Статистика дана без последних товарищеских встреч накануне чемпионата Европы. Этот матч будет играться сразу после матча Австрия-Северная Македония. К сожалению для сборной Украины эта игра пройдет в Амстердаме, поэтому голландцы будут иметь преимущество своего поля. Сборная Шевченко после несправедливого технического поражения со сборной Швейцарии провела 4 матча и все их сыграла на 1-1. Однако если ничья со сборной Франции была однозначно в плюс, то ничьи со сборными Финляндии, особенно с Казахстаном пошли в минус и серьезно ухудшили турнирное положение Украины в своей группе к чемпионату мира. В товарняке с Бахрейном ситуация повторилась. Украина много атаковала, но с низким КПД пропустила одну из немногих контратак соперника и в концовке матча сравняла таки счет. Однако с Нидерландами будет совершенно иная игра, которая по своему сценарию скорее будет напоминать все же игру с Францией. Нидерланды в послековидный период проиграли 3 матча, дважды по 0-1 Италии и Мексики и 2-4 Турции. Можно отметить то обстоятельство, что из 11 сыгранных матчей 6 были нулевыми и 7 низовыми, что не совсем характерно для голландцев. Главная проблема сборной Украины – она давно не побеждала. В последних 10 сыгранных матчах только одна победа. Перед игрой с голландцами команда Шевченко сыграет два товарняка со сборными Северной Ирландии и Кипра. Соперники достаточно непростые и в плане подготовки к игре именно со сборной Нидерландов, наверное, не очень-то и удачные. Как бы там ни было, но хозяева идут здесь явными фаворитами. Единственный момент, который можно классифицировать в пользу Украины – это то обстоятельство, что у команды Шевченко в последних играх мяч просто не лез в ворота соперников. То есть команда создавала много голевых моментов, но не реализовывала их. Поэтому тут запросто может количество таки перейти в качество, и Украина реализует пару-тройку своих моментов, которые у нее должны бы быть. Но это что-то по типу, как игра со сборной Франции, где у Украины практически ничего не было, но она забила гол. Возможно, у Малиновского пройдет дальний удар или удачно получится разыграть стандарт. Поэтому здесь логично ждать, наверное, все же результативный матч, который может закончиться не совсем так, как того многое ждут. В норме, конечно же. Хозяева должны брать победу. Однако очередные 1-1 могут случиться, но здесь маловероятно, что Украина сыграет пятую ничью на 1-1. Тут если и будет ничья, то скорее на 2-2. Но может быть и 2-1 в пользу той или иной команды. Из связки ставок тотал больше обезобьют до победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2-17, на обезобьют до 2-12, на победу хозяев 1-65. Брать победу голландцев за 1-65 не очень-то и хочется по двум причинам. Во-первых, это невысокий коэффициент. Во-вторых, уж больно много Нидерланды оступали с последних матчей, выиграв только 5 из 11 после ковида. Плюс к этому Украине банально не перло в последнее время. Возможно, что Фортуна решит таки сыграть за гостей. А вот на результативный матч здесь можно попробовать. Во-первых, высокие коэффициенты. Во-вторых, у Украины идет длинная низовая серия из 4-х матчей, которая запросто может продолжиться в играх с Северной Ирландией и Кипром. Нидерланды будут играть дома, будут иметь преимущество. Украина смогла отмахаться в игре против Франции, но не факт, что получится то же самое в игре с Нидерландами. Но с другой стороны, Украина должна бы в этом матче забить. Поэтому здесь 3 гола очень и очень вероятны. Ну, во-вторых, украина.